11 декабря в швейцарском Давосе стартует третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. В нем принимает участие наш земляк, член сборной России по лыжным гонкам, 22-летний Александр Терентьев, который показал блестящие результаты на двух предыдущих этапах. Елизавета Кабанова продолжит. Александр Терентьев Отсюда мы поняли, что у него получается, ему нравится. И тренер по лыжным гонкам, Андрей Капитонович, подошел к нам и предложил нам заниматься мальчиком лыжным спортом. Мы согласились, и до сих пор дело пошло. У Александра в детстве и юношестве было два основных тренера – Татьяна Эдуардовна и Андрей Капитонович Речковы. И его успехи на мировых этапах, конечно же, радуют тех, кто помогал лыжнику стать подающим надежды спортсменам. Впервые Александр выиграл большие соревнования за пределами региона в 2015 году, будучи школьником. Тогда он стал победителем гонки на дистанции 5 километров классическим стилем в первенстве России. И даже не мог представить, что шесть лет спустя он финиширует первым на Кубке мира. На финише я был очень рад, что победил. Но сначала еще не осознавал, что я сделал. Только потом уже сознание пришло. На следующий день, что я победил именно на Кубке мира. Это уже самые высокие соревнования. И сначала я так, ну, выиграл и выиграл, думал. Была очень радость, много поздравлений было. Эта победа впечатлила главного тренера сборной России Елену Вяльбе. Поэтому она сразу же заявила о включении Александра Терентьева в состав команды на Олимпиаду 2022 года, которая пройдет в Пекине. У меня в детстве мечта была – Олимпийская медаль. И вот она все ближе и ближе. Мечта, можно сказать, есть. Все постепенно идет. И надеюсь, что у меня все получится. И смогу взять золотую медаль. За спортивными успехами Александра, конечно же, стоит тяжелый труд. В детстве, когда все ребята играли на улице, у лыжника были тренировки. И, по его словам, он не понимал, почему же он тоже не может спокойно играть с друзьями. Но признается, что все равно продолжал совершенствоваться. И ни капли не жалеет о своем решении. Правда, разлука с близкими парню давалась куда сложнее. С родными, да. Поначалу было очень тяжело. Даже когда я в пятом классе первый раз приехал на сборы. На все лето. Поначалу очень было тяжело. Там слезы. То, что я скучал. Плакал много. Но так. Сейчас уже легче. Но все равно есть связь. Мы созваниваемся все время. Разговариваем. Большая заслуга в становлении спортсмена мирового имени принадлежит родителям Александра, которые его всегда поддерживали и старались помочь сыну достичь тех высот, к которым он стремился. Мероприятия, которые проводили перед тем, как он оказался в сборной юниорской, это все делалось за свой счет. За счет родителей, за счет тренеров, которые работали с этим Александром. Родители Александра воспитали в цене трудолюбия и упорства. Но что же еще помогло лыжнику стать спортсменом, которого норвежские СМИ назвали русским поездом, переехавшим к лэба, а российские – красной машиной. Не каждый человек может стать спортсменом такого уровня. Важнейшую роль в этом играет генетическая расположенность. Видимо, в наших корнях, а я их исследую и мне интересно, действительно, мой отец, это его будет дед-прадед, очень много занимались лыжами, именно классическим стилем, потому что они не были спортсменами, но они были в силу своей деятельности, они были заядлыми охотниками, залосами. Ну и представляете, это лес и такие широченные лыжи. Дед Александр был очень вынослив и преодолевал в день на лыжах по 50 километров. Выносливость современных спортсменов зависит от многочисленных тренировок, силы духа и таланта. А любой талант необходимо поддерживать. Сегодня Александр Терентьев является спортсменом от Ненецкого автономного округа. Он может проходить спортподготовку только в одной школе. Так вот, он проходит подготовку у нас в городе Наринмаре, и мы этим должны гордиться. И он должен чувствовать поддержку не только моральную, но и материальную. А вот пройдет Олимпиада, я более чем уверен, что он просто поменяет регион, а за ним встанут в очередь регионы, которые внимательно относятся к спортсменам. Для подготовки спортсменов такого уровня, считает Андрей Речков, нужны годы и поддержка лыжного спорта в регионах. Ведь в большой спорт ребята приходят не откуда-то, а из региональных спортивных школ. И здесь, по словам тренера, намечаются серьезные проблемы. У нас через 2-3 года вообще спорта не будет лыжного. У нас в школах уже на откуп учителя физкультуры дали проводить занятия по лыжным гонкам или нет. Прекратили проводить соревнования окруженные. Села у нас не приезжают на соревнования. Спартакиад учащихся не проводят. У нас выходят на первенство округа школьники младшего возраста по одному, по два человека. Что касается Александра, то он очень ценит поддержку своих земляков, которые болеют за него на всех соревнованиях и гордятся его выступлениями и победами. Наши земляки очень много пишут, поддержку чувствуют. Они много пишут в соцсетях, особенно еще родителям. Через родителям передают поздравления. Это очень приятно и мотивирует еще быстрее бежать. 2021 год для Александра действительно стал прорывным и принес победу в индивидуальной гонке и серебровой эстафете на Кубке мира по лыжным гонкам. Будем внимательно следить за его выступлениями на третьем этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Удачи Александру! Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Дельканал Север.